Андрей Александрович Родионов с темой волшебной пули. На этот раз мы обсудим с вами электрокардиограмму, которая не метод диагностики тяжелых заболеваний. Пожалуйста, я тогда в эфире, наверное, остаюсь пока, да? Да, уважаемый Павел Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. И вам добрый вечер. Я уж раз у нас к теме, как горячие пирожки, расскажу одну историю, может быть, для кого-то она окажется полезной. В клинике Хадаса, где я в начале нулевых годов, собственно, обучался в Израиле, в Иерусалиме, в магистратуре по общественному здоровью, нам рассказывали очень интересные исследования, они провели по умолчанию, назначали 13 биохимических тестов, то есть целый пакет каждому поступившему у пациента. После чего кому-то возникло желание все-таки проверить, насколько это нужно, они выяснили, они собрали информацию, в том числе анонимно с врачей, в том числе и из медицинских записей, и выяснили, что процентов, я сейчас могу ошибаться, но порядок примерно такой, то есть процентов 80 врачей вообще-то информацию никогда не пользуются. Она не нужна. После чего по умолчанию, там пропал такой термин, как клинический минимум, его и не было, конечно, но во всяком случае биохимические тесты для назначения нужно совершенно четко показать. Просто вот как пример, как наши теперь уже, наверное, не партнеры, но тем не менее, одно подходит к такому вопросу. Не, не, но они не относятся к вражеским государствам, не надо их слишком-то. Сейчас песок, не надо так поливать. Поливать? Хорошо, не буду поливать. Я хочу сказать, что 99% врачей не читают общий анализ крови, который делается. Более того, процентов 80% не умеют этого делать. Мы же все время с этим сталкиваемся. Вот вам сегодня рассказали про больной, который умер. Андрей забыл упомянуть. У больного обнаружен был дефицит девятого фактора. Он был обнаружен. Анализ был выполнен. Больной был у нескольких гематологов. Никто из них не обратил на это внимания. При том, что у больного гематомный тип кровоточивости. Это поздно Соломоновичу Баркагану, которому завтра 99 лет будет. Это только гемофилия. Какой-то вариант гемофилии. Нет других болезней. Это все написано было 50 лет тому назад. Больной на том свете. Я уверен, что там просто кровоизлияние в мозг. Огромные гематомы на обеих ногах. Как? Да вот так. А вы говорите биохимический анализ. Извините, что я спрервал. У меня просто второй день кипит. Вы поймите. Это да. Тема, конечно, в случае выпиющая. Тема крайне интересная. Нам даже из таких трагических историй, чем хорош человек способен, человек умный, извлечь уроки. В том числе, желательно, конечно, чтобы эти истории происходили не с нами, а где-то подальше от нас. Но и от этого мы тоже с вами не застрахованы. Все-таки возвращаясь к ЭКГ. Вот огромное количество литературы на самом деле есть. Я просто столкнулся с тем, что литературы настолько много, что это даже вызвало некоторую отробь. С какой стороны подступиться к теме? Ведь тема действительно необъятная. Методика старая, собственно. Можно было бы, конечно, и про историю поговорить, но история сегодня, мне кажется, она как-то не раскрасит, не сыграет яркими красками, ничего она дополнительного не даст. Поэтому уж прошу прощения, давайте мы обойдемся без таких вот экскурсов в прошлое. Очень долго я пытался уложить то обилие информации во что-нибудь более-менее связное. Посмотрим, насколько это получилось. Выкинул, наверное, процентов 95 из того, что надергал. Но мне кажется, что тут важно все-таки то, что осталось. Поэтому начнем сразу. И когда мы говорим об электрокардиограмме, давайте мы сразу оговоримся. Тяжелые заболевания, даже не просто тяжелые заболевания, конечно, электрокардиограмма – это вообще потрясающая методика для того, чтобы, может быть, диагностировать разные виды аритмии и блокад сердца. Мы сегодня не будем касаться этого, мы будем касаться других заболеваний. У меня, правда, есть вопрос. Что такое блокады сердца и зачем они нужны? Да, хорошая тема. Как они проявляются клинически, если они проявляются. Да, и вообще-то такое. Про аритмии нет вопросов. Вот блокады у меня уже вопрос. Ну, если мы говорим о медицине, как о некой башне слоновой кости, интересно понять, что же там такое происходит. Это, наверное, интересно. Понимаю, что в точке зрения пациента это бессмысленно, но все-таки мы часть врачебного сообщества, а не организации поддержания здоровья, которые должны с нами бороться по определению и от медицинских больших чеков, в общем-то, пациентов защищать. Хотя, правда, нигде это не работает. В той же самой Америке это тоже не работает. Никак не получается. Ну, поэтому обратился я к, собственно, тут явно недружественная страна, это Соединенные Статы Америки, но есть у них группа людей, которые занимаются профилактическими сервисами. И, наверное, эта группа в мире одна из самых профессиональных. Они регулярно обновляют свои руководства. Раньше они были в бумаге. Да сейчас, наверное, тоже бумажные есть. Я просто давно не видел. Все это доступно в интернете. Эта группа, значит, финансирование не финансируется совершенно точно так, чтобы это был консульт интересов. Финансируется как раз тем, кем должно это финансироваться. Ну и смотрим, собственно, почему мы говорим об ЭКГ. ЭКГ, помимо диагностических моментов, сейчас у нас ЭКГ входит в скрининг, входит в диспансеризацию, входит в профосмотры. Понятно, там есть некие возрастные моменты, старше 40 лет, периодические осмотры трубу. То есть ЭКГ используется зачастую как некий скрининговый тест. Используют ли это, например, наши западные бывшие партнеры. Итак, вот ссылочка, если ссылочка, правда, на статью в журнале JAMA, где они полностью это опубликовали, но тем не менее ссылочка доступная, и потом с YouTube можно будет ее взять и все это посмотреть. Прекрасное, очень увлекательное чтение. Немножко о том, что сделали американцы. Цель – обновить рекомендацию целевой группы профилактических служб США. Так она переводится над мозгом Google-переводчика. Я то, что мог, исправил, то, что не мог, буду переводить прямо сходу, укладывать в связанную речь. В 2012 году у них был пересмотр, и вот времени прошло довольно много, больше 10 лет, пришло время обновить данные. Несколько раз они пытались сделать, не сделали. Эти данные по скринингу на ишемическую болезнь сердца с помощью электрокардиографии. Мы сейчас говорим о скрининге, да, именно об ишемических болезнях сердца. Идем. Итак, они рассматривают эту группу, рассматривают доказательства того, улучшает ли скрининг ЭКГ, прошу прощения, опять это надмозг, ЭКГ покоя или ЭКГ с поднагрузкой, результата здоровья по сравнению с использованием традиционной оценки риска у бессимптомных взрослых. То есть мы можем делать людям ЭКГ, можем не делать ЭКГ. Если мы с помощью, для чего мы делаем ЭКГ, скрининг, любой скрининг, который скорее все-таки вреден, мы возвращаемся к тому, чем полезен. Вот, любой скрининг имеет сверхцель в том, чтобы, и смысл, только в том случае, если человеку, который подвергнут этому скринингу, людям, которому, будет какая-то выгода от него. Ну, например, выгода в том, что добавятся годики жизни, или там сохранятся денежки, которые в противном случае будут потрачены на дорогостоящие лечения. Вот. Так вот, ЭКГ, покой или поднагрузкой, дает ли на самом деле некое преимущество скринируемому пациенту? Выводы. Для бессимптомных взрослых с низким риском срисосудистых заболеваний, то есть это традиционная для фремингемская шкала, либо шкала скор, они используют. Крайне маловероятно, что ЭКГ в состоянии покоя или нагрузочные пробы с ЭКГ приведут к изменению категории риска пациента, который оценится по фремингемской шкале, и улучшит результаты для здоровья. То есть, если у человека низкий уровень риска срисосудистых заболеваний, то в таком случае ЭКГ не рекомендуется использовать и United States Air Force периодическое медицинское обследование. Не рекомендуют это делать. Более того, они отмечают, что с ЭКГ скринингом связан возможный вред, в частности, из-за потенциальных побочных последствий последующего инвазивного тестирования. Прошу прощения за тавтологию. То есть, возможно... Ну, о чем здесь говорится? О том, что в случае ложноположительного результата иногда приходится идти на коронарокардиографию, например, что, в общем-то, не безразлично для здоровья человека, обладает определенными рисками. То есть, в итоге оказывается, что никакого заболевания нет, ишемической болезни сердца нет, нету стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, а ЭКГ показал несложный положительный результат. Для бессимптомных взрослых с умеренным или высоким риском, то есть, бессимптомные взрослые были в одном случае, и тут бессимптомные взрослые в другом случае. Но, правда, риск умеренный и высокий. Для них недостаточно доказательств, чтобы определить уменьшать для ЭКГ вероятность среди сосуществных заболеваний. Скорее, среди сосуществных исходов, если так поговорить. Как и для взрослых с низким риском, возможно, ЭКГ-скрининг вредит здоровью взрослых с умеренным и высоким риском. То есть, если однозначно низкий риск, то вообще ЭКГ делать не надо. Тут не написано еще про эффекты РЛК. Пациенту мы с вами поставим, скажем, что у него есть нарушение на ЭКГ, возможно, и с химического генеза. Это не есть хорошо, если там на самом деле его нет. А настроение осадочек-то останется. А вот в отношении умеренного или высокого риска тут доказательств нет. Точнее, не то, что нет. Их недостаточно, на основании имеющихся доказательств невозможно сказать ни за, ни против. Занятная достаточно история. Поэтому отсюда рекомендации. Эта группа не рекомендует проводить скрининг ЭКГ в покое и физических упражнений для предотвращения счастливых заболеваний у бессимптомных взрослых с низким риском. И также в настоящее время говорит о том, что нет у нас недостаточно данных для того, чтобы оценить баланс пользы-вред скрининга ЭКГ у бессимптомных взрослых в сумеренном и высоким риском событии с вечно-сосудистой заболеванием. Интересно. По поводу обнаружения, что они пишут. Группа обнаружила неадекватные доказательства, то есть не обнаружила адекватных доказательств для определения того, приводит ли добавление ЭКГ к обычной оценке факторов риска, то есть расчета риска, к улучшению стратификации риска для принятия решения о лечении. Переводя на русский язык, на самом деле адекватных доказательств, которые были бы за то, что надо делать ЭКГ, вообще они не обнаружили. Очень хорошо. По поводу преимуществ раннего выявления вмешательства в лечении. Это ключевые показатели, ключевые моменты для скрининга. И даже несмотря на то, что американская комиссия по скринингу чисто в теоретическом смысле немножко передергивает карты, передергивает карты, но мы сейчас об этом не будем говорить, но так уж положа лапу на сердце, скажу, что скринировать имеет смысл заболевать. Но они еще притягивают к скринингу фактор риска. Это очень хорошая история. Скринировать фактор риска, это такая глупость, по-моему. Ну или не глупость, ну или не глупость, дура-дура, а свои 3,5 рубля имеют. Хотя никого не обвиняют. Основываясь на эпидемиологии и естественном течении средств сосудистых заболеваний и установленных стратегиях лечения, основанных на стратификации риска, маловероятно, что ЭКГ-скрининг у бессимптомных взрослых по отказам. Вот по поводу вреда раннего явления вмешательства в лечении. Существует адекватное доказательство того, то есть нормальные доказанные данные, того, что ЭКГ-скрининг у бессимптомных взрослых приводит к вреду. Этот вред может быть как незначительный, а может быть и довольно значительный, даже умеренный, включая ненужные инвазивные процедуры, чрезмерное лечение и эффект кирлока. В общем, мы об этом уже сегодня немножечко поговорили. И об эффекте ярлыка, и о ненужных инвазивных процедурах в виде коронары кардиографии. В конце концов, можно и о кашаре сделать, и стенты. Мы уже про это тоже говорили в одной из серий наших пуль. Так, еще что. Значит, с умеренной уверенностью, красивая фраза, то есть мы как бы уверены, и наша уверенность, она даже хорошая, она умеренная, она не прям там сильная стопроцентная уверенность, но тем не менее мы уверены. Наша группа приходит к выводу, что потенциальный вред от скрининга ЭКГ равен или превышает потенциальные преимущества для бессимптомных взрослых в диско-выском событии. Когда вы будете это читать, вы поймите, что по каждой этой фразе стоят литературные источники. И источники – это исследование. Это исследование, либо комбинация исследований в виде систематических обзоров, мета-анализов, причем, например, систематический обзор не только экспериментов, но в том числе и когортных исследований, например. И отсылок этих довольно-таки много. И второе, примерно о том же самом, что группа приходит к выводу, что нынешних данных недостаточно для того, чтобы оценить баланс преимуществ вреда скрининга с помощью ЭКГ в состоянии покоя или физических упражнений для взрослых с умеренным или высоким риском событий. Так, в принципе, вот еще очень интересная фраза. Я сразу скажу ее своими словами. Вот вы можете прочитать этот первый абзац. О чем они говорят? Она говорит о том, что в принципе исследований по риску, пользе риска и взаимосвязи МЭКГ с сосудистыми исходами проведено огромное количество. И незачем идти туда дальше. То есть их исследований столько, что, в общем-то, вряд ли новые исследования, которые будут запланированы, чего-то дадут. Смысла исследовать дальше нет. А вот любое исследование оценки риска с сосудистых событий должно также оценивать вред, связанный с оценкой, а также вред, связанный с дополнительным тестированием и лечением. То есть данных огромное количество, доказательств эффективности нету, либо они настолько сомнительны. Но причем группа, тут ничтоже сумляшись, не предлагает больше этого не добавлять. Вряд ли мы что-то сможем добавить к тому, что мы знаем о том, что для взрослых с низким риском это вредно, больше вредно, чем полезно. Для взрослых со средним высоким риском, давайте скажем так, 50 на 50. Не полезно точно. Это не полезно точно. Скорее будет вредно. Другие рекомендации. Например, американский колледж врачей рекомендует не проводить скрининг. САКГ у бессимптомных взрослых с низким риском. То есть практически то же самое и руководство. Другая организация известна. Также американский колледж кардиологии приходит к выводу, что КГС на русской редко подходит для бессимптомных взрослых с низким риском. Но может быть подходящим вариантом для взрослых со средним риском подходит для взрослых с высоким риском. Ну, тут понятно. Это как бы кардиологи, это система изнутри, конфликт интересов здесь несколько сильнее, возможно. Дальше. Американская Академия семейных врачей рекомендует не проводить скрининг КГС без симптомных взрослых с низким риском. Американский колледж профилактической медицины рекомендует не проводить вообще взрослых в целом. То есть где-то рекомендации примерно такие. Мероприятие это скорее бесполезное и даже скорее вредное. И вообще, наверное, массово-то его проводить не нужно. Вот как-то так. Так, бог с ним. Забыли. Немножко исследование. Это одно из исследований динамит. Причем такое исследование перспективное, рандомизированное, многоцентровое. Где-то три с половиной года наблюдались 630 с 1 человек с диабетом. То есть это как раз касается людей с высоким риском. Априори, любой диабетик, пациент, страдающий с сахарным диабетом, является пациентом с высоким риском среди сосудистых неблагоприятных исходов. Наблюдали. Не очень долго исследование пришлось прервать по ряду причин. Там с персоналом у них проблемы были и еще что-то такое. Но тем не менее, данные, которые, они совершенно четкие. Основной конечный пункт у них было время до смерти от всех причин. Несмертельный инфаркт миокарда, несмертельный инсульт и с личной недостацией с требующей госпитализацией электронного вмешательства. То есть как конечные истинные исходы это понятно, это смерти. Соответственно, госпитализации это как бы суррогатные исходы, но тоже были тоже были запланированы. Так вот, за три с половиной года, можно, конечно, сказать, что это незначительный срок, но других данных пока протворительщих этому нет. Не было существенной разницы между скринингом и обычной группой помощи для основного результата. То есть вообще коэффициент, как это хорошо над мозг перевел, относительный риск равен единице. То есть вы являете ВКГ, делаете ВКГ, не делаете ВКГ, пользы никакой для человека это не дает. Умирают они с равной скоростью, с равной вероятностью и вообще все эти случаи, в том числе и сердечные недостачи, созреваются такой же вероятностью. Соответственно, мы смело с вами можем перестать тратить деньги на эту процедуру, если мы ее используем в качестве скрининговой. Эти результаты показывают, что систематическое выявление тихой ишемии, молчащей, то есть бессимптомной ишемии, бессимптомных пациентов с диабетом высокого риска вряд ли принесет какую-то серьезную пользу. Еще одно исследование, на котором во многом тоже заключены, это исследование, посвященное, там было красивое исследование динамит, а это ДДД, папочка Д, опубликованное в 15-м году, крупное тоже исследование, задачей его была цель оценить эффективно ли скрининг и лечение бессимптомной ЭБС в предотвращении первого сердечного события у диабетиков, то есть опять же диабетики, то есть пациента высокого риска и происходит снижение конечных, видите точки, которые использованы в качестве конечных, методы, которые использовались, 520 пациентов, не очень большое исследование, но ценно тем, что именно высокий риск, именно высокий риск, для которого вроде бы у нас баланс пользы вреда скорее такой сомнительный, она не очень хорошая, но тем не менее есть. Итак, что мы видим? Мы видим то, что различие это категорически незначимо. Ничего у нас не получилось, ни в группы скрининга, ни в группы наблюдения, я вроде переводил это все. Итак, скрининг, ревосклеризация и бессимптомные ЭБС у диабетиков не смогли продемонстрировать значительное снижение сречо-сосудистых осложнений. То есть от того, что мы рано нашли стенозирующую атеросклероз, или поздно мы нашли, в общем-то, сложное осложнение сердце-сосудистые развиваются с адидаковой скоростью и частотой. Тем не менее, данные указывают на то, что дальнейшие исследования оправданы у пациентов старше 60 лет и с умеренным риском. Там какая-то, там не то, что получилась взаимосвязь между, там получилась разница со стадной группой. Прошу вас, поймите, не то, что там получилось в некие положительные моменты, нет, просто они значимо, статистически значимо отличаются. В какую сторону? А Бог его знает на самом деле. Для этого надо правильно, если мы говорим о доказательности в медицине, надо спланировать правильное исследование, которое проверит именно эту гипотезу. То есть, это узенькая, узенькая тема. Надо взять диабетику старше 60 лет и посмотреть, что будет, если их скринировать или не скринировать. Возможно, что-то получится, возможно, нет. Ну вот, канадское руководство, серьезное руководство, чем оно мне импонирует, они пользуются исходно как бы теми же самыми источниками, но фактически у них не то, что разное получают, немножко разные подходы к обработке этих источников. Это канадское руководство по периодическому обследованию здоровья. Ну, то есть, по скринингу здесь много чего есть. Как вы думаете, что там есть по поводу ЭКГ-скринирования? Правильно, ничего. Еще одно национальное руководство 22-го года свеженькое, российское, профилактика хронических инфекционных заболеваний в Российской Федерации. Повторяю вопрос, как вы думаете, что в этом руководстве есть по поводу ЭКГ-скринирования? Правильно, ничего. Как интересно, есть национальное руководство на этом национального руководстве не основан на программу диспансеризации и программу периодических медосмотров медицинских. Правда, занятная история происходит. Ну, ладно, бог с ним. Еще просто покажу, какие некоторые вещи, которые расширят несколько наших моментов. Надежность и достоверность интерпретации клинической ЭКГ для спортсменов. Клиническая интерпретация ЭКГ в соответствии с критериями, по-видимому, демонстрирует ограниченную надежность и обоснованность. Для широкого введения ЭКГ для спортсменов требуются дальнейшие исследования. Непонятно, у спортсменов не работает. Еще одна интересная тема это по поводу 13 господи, 12 введений, 13 введений, 13 каналов. Да, да, да. Сравнивается с господи, сравнивают с Apple Watch, с одноканальным. Нет преимуществ. Само применяемое простое использование устройства может определить фактически то же самое. Вообще, собственно, смысл в 13-канале ЭКГ для диагностических целей, мы имеем ввиду ишемическую болезнь сердца, я особо не знаю. Читайте, смотрите, развлекайтесь. Еще одно исследование. Занятный результат этого исследования, итальянское, и публикован на итальянском языке, но есть английский абстракт, очень интересно. У 18% салфарта миокарда ЭКГ не подтвердило поражение. В контрольной группе также изменение ЭКГ были зарегистрированы в 18% случаев. То есть, в данном случае это исследование говорит, что у нас чувствительность теста порядка 72% в клинике, да, это ничего, это как раз не скрининг. И специфичность такая же. на самом деле гораздо все хуже, все гораздо хуже, но все равно у нас как бы это должно с вами настораживать. Если метод не настолько хорош, то есть, ну, 72% используют для скрининга, это просто к тому, что, наверное, не очень умно расходов, в отношении расходов, средств. Для диагностики там важнее все-таки специфичность. Специфичность, но специфичность тоже не велика, оказывается. Вот еще одна история. Спортсмены изучали на них критерии. Ну, понятно, что там есть гипертрофия левого желудочка, гипертрофия левого желудочка зачастую является фактором риска преждевременной смерти и развития сосудистых осложнений. Даже если мы просто отбросим все остальное. Так вот, группа из 95 спортсменов. Почему спортсмены? Ну, актуально для спортсменов это проблема. Спортсмены люди, которые испытывают высокие нагрузки и гипертрофия левого желудочка у них встречается несколько чаще, чем в популяции в среднем. Так вот, результат показывает, что не только классические критерии, но и самые последние. То есть там есть вычурные критерии, совершенно сложные. ЭКГ и гипертрофия левого желудочка не являются надежными при оценке у спортсменов, оставляя окончательную оценку реального состояния на эхокардиографии. Не вытягивают ЭКГ по сравнению с эхокардиографией. Есть цифровые данные? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот вам по поводу чувствительности. Это разная проба. Соколова Лайена 68% чувствительности. То-то для скрининга это вообще сильно интересная штука. Дальше. Другой. Ромхилта Эстеса 63% еще меньше чувствительности. Третий это 36%. А вот деформация более-менее. Опять же чувствительность на уровне половины чуть больше половины но максимум получается до 70%. Как это вообще интересно? Причем вывод обратите внимание подтверждена высокая чувствительность специфичности точность балла Ромхилта Эстеса 63% высокая чувствительность. Что-то вы уважаемые господа по-моему не то прочитали. Но бог с ним. Нам с вами надо мы привыкли сами анализировать данные. С Долбером поругались некоторое время назад. Что-то фактор риска он какой-то неправильный придумал. Но бог с ним. Еще одна история. Пожалуйста. Вот они критерии некие критерии опять же для гипертрофии левого желудочка. Оказывается никоим образом не помогает диагностировать статья. Еще одна статья это статья которая посвящена систематический обзор. 21 исследование в итоге пациентов там 5608 вывод исследований электрокардиографические критерии не должны использоваться для исключения гипертрофии левого желудочка у пациентов с гипертонией. Не работает и здесь не работает. Так это я тут уже наверное в принципе закончил. Ну давайте тогда некое вместо резюме метод безусловно интересный исторически метод красивый осваивать его действительно очень интересно и потом ты чувствуешь себя каким-то разгадывателем шарата ребусов но все-таки современная жизнь показала что да он интересен как некая башня слоновой кости насколько интересен он для медиков наверное клиницистам особенно кардиологам этот вопрос тем требует отдельного момента но есть не то что попытка фактически внедрен во всяком случае в Российской Федерации этот метод внедрен в качестве рутинного скринингового теста он что мы видим он и как диагностический тест не сильно велик а уж в качестве скринингового теста ну получается та же самая история делаем мы потому что можем делать умеем делать это относительно дешево и в конце концов если ты скажешь что это делать не надо тебя закидают в милые помидоры если есть какие то вопросы попробую на них ответить ну тут еще сейчас Павел Андреевич я думаю вдарит не а что вдаривать то я с грустью все это слышу вопрос то мной был задан а нужно ли кардиограмма я ее все время задаю все впадают в какой то панический ужас говорят ну как же ну как же без этого ну что а вот ничего ну правда у меня такой вопрос возник смотрите больной поступает стационар на операцию да ему обязательно делают ЭКГ зачем тоже непонятно но делают потом у него что-нибудь случается и мы можем сравнить той ЭКГ которую мы сделали при поступлении с тем что у него скажем случилось я имею ввиду инфаркт миокарда насколько это будет эффективно в таком режиме во первых у какого процента больных после операции инфаркт миокарда бывает или в стационаре бывает но у какого процента и насколько эффективно именно сравнение трудно сказать я даже более того видел данные единственное что немножко уже ударился при подготовке этой пули в другую сторону о том что когда речь идет об интерпретации графических изображений это именно так там очень невысокая доля подтверждений воспроизводимости теста то есть один и тот же толкователь ЭКГ через три месяца скорее всего по другому ее истолкует то есть если если человеку предоставить две ЭКГ подряд полученные ну наверное глядя сравнивая одну с другой мне хочется верить что там действительно будет все неплохо другое дело что посмотрит другой специалист у него будет другое заключение скорее всего это так это работает не только в отношении ЭКГ в отношении любых графических рентгеновских изображений компьютерной томографии всего чего угодно в лаборатории это немножко не так там все-таки числа с числами ничего такого не сыграешь а здесь это сейчас с вами в Тверском ГМУ обсуждаем искусственный интеллект да и выясняется что искусственным интеллектом лекокардиограмма не расшифровывается от слов совсем ну если мы с вами все-таки помните мы говорили все-таки о Миннесотском коде о том что да это инструмент который фигово использовать мало применим но тем не менее хотя бы попытки то были попытки были но они в результате не реализованы попытки не свежие им же уже не один десяток лет эти попытки да это я вам вдобавок интерпретации ЭКГ еще вам одну интересную историю скажу ну как бы это не то что история вот к примеру есть пациент которого и проблемы с болями в области грудной клетки разумеется он приходит к участковому терапевту в конце концов он достал участкового терапевта и получает он себе электрокардиограмму добивается там ну не важно что там есть дальше дома он находится с неким диагнозом у него становится значит представляем что-то типа сердечного приступа приступ боли загрудиной который не купирует традиционными способами он вызывает скорую помощь что первым делом делать скорую помощь снимать с ним ОКГ дальше ну если у нас есть основания то острых синдром то они везут 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 его в больницу где есть больница скорая помощь где есть приемном отделении что ему делать в первую очередь ОКГ дальше он попадает в кардиологическое отделение сприт например что-то ему делать в первую очередь ОКГ в итоге у нас получается неплохая такая батарея тестов которые в принципе можно было бы я прошу прощения сделать один из них либо может быть вообще не делать тут если мы говорим о том что деньги надо экономить то это один разговор если мы говорим о том что выделенные деньги надо осваивать то тогда это совсем другой разговор если в стандартах у нас прописано что должно быть сделано 10 раз оно и будет сделано 10 раз то есть у нас в национальных рекомендациях написано что ОКГ не надо не упомянуто что ОКГ нужно использовать в качестве скринингового теста а мы вообще это делаем то есть это какой-то шизофренический разрыв мышления по другому тут просто ничего не скажешь ну да у меня первый разрыв случился когда мы приехали в Англию Минздрав Великобритании это был 98-99 год сейчас я уже не вспомню точно это была поездка по организации здравоохранения по стандартизации по рекомендациям и так далее и они нам рассказывали ну первое что они нам сказали что к нам приехали мы пользуемся вашей системой Симашка мы просто ее эксплуатируем ну немножко переделали но вообще-то это ваша система а второе я их спрашивал вот ну ваш стандарт например обязательность стандарта насколько она высока врач должен сделать они на меня смотрят да вообще-то не должен я говорю ну как ну вот приехал там инфаркт миокарда у больного он же должен снять элекокардиограмму но я воспитанный в советских традициях они мне говорят да нет не должен он должен взять больного и отвезти его в амбуланс а там уже будут снимать элекокардиограмму или делать биохимию но зачем снимать накручивая на батарею провода с плохим качеством что вы там будете искать вам нужно побыстрее доставить если у вас действительно коронарный приступ доставьте его в больницу побыстрее и вот тут у меня вот случился ну просто вот совсем разный подход у нас всем должны делать элекокардиограмму помните Чазов кричал все должны врачи принимать роды и делать элекокардиограмму а зачем вот мне как врачу прожившему ну в общем уже прожившему свою медицинскую жизнь и ни разу не приходилось принимать роды и я понимаю что не дай бог если я начну принимать роды я там такого напринимаю что мало не покажется ну честно говоря по моему то же самое с элекокардиограмм не нужна она врачам логично логично предположить ну я про англичан тут уже про это самое алаверды небольшое сделаю может быть еще у них вы же наверняка с лопами разговаривали не мы разговаривали на здраве ну а минздрав как раз заключает контракты с адресчастники и поскольку система тоже российская разработана в 70-80-е годы в Самаре там Шульман Шуйский Шевский и так далее товарищ Шевский это я просто оговорка это не потому что не знал оговорился и англичане действительно тоже не знают шевского и возможно вот этот фонд одержания оно как раз ну поскольку у тебя есть сумма выделено тебе на 3 месяца на этих пациентов на квартал чего ты будешь тут кардиограмм это разделывать за свой счет электричество дорогое зарплату платить надо а если я его госпитализирую так я же из этих сумм еще и оплачивают госпитализацию я поэтому еще в больницу приду посмотрю что вы ему там 20 кардиограмм не сделали и 30 препаратов не назначили ненужных исследований на мой взгляд потому что я плательщик я плачу я фонд да я этот самый гейтхипер я фондодержатель они могут остаться мне фондодержание насколько я помню у Шевского оно как раз из Англии было украдено это не их разработка они его сюда переселяли ну тут сложно сказать англичане в принципе например мои преподаватели из Израиля говорили обратно что ребята это ваша разработка нет это точно не наша разработка ну я поскольку при всем присутствовал при всем я это помню и дебаты эти помню это все-таки их разработка которые пытались здесь привить ну прививали с пеной у рта это правда ну да ну так же как и у нас боялись о том что введенные фондодержания ну у нас боятся до сих пор у нас ВОПы не являются фондодержателем сейчас то что они тут финансовую грамотность не вывезут пока не пробуешь не узнаешь в 92 году уже были определяющие документы для того чтобы прекратить существование участковой педиатрической службы полностью и перевести всех кого возможно на врачей общей практике и ввести фондодержание что сделано с того времени ничего педиатрическая участковая служба существует как существовало а фондодержания нету как нету ну вы знаете сейчас тема еще с гериатрическими койками тоже возникла новая что их сократили куда-то передали а сейчас сказали надо снова возродить я не знаю что такое гериатрические койки кому они нужны что там лечить но тем не менее Шевский вот Кузьмин пишет умер от ковида два года два назад ну не лечился у нас не слушал наших советов у нас бы не умер ничего вот по другому ничего не скажу слушайте ну 6 тысяч человек летальность 0,3% о чем мы говорим мы всех всех вылечивали ну мы же с вами видим доказательства которые в общем-то никто не оспаривает в отношении неэффективности ЭКГ а вот почему-то политики их используют то есть одна рука делает то что другая рука в общем-то две головы которые не знают что ли что происходит между ними связь какая-то не знают их невозможно переубедить их невозможно это люди которые вот уверены в том что они знают лучше это не только у нас в стране на самом деле мы сейчас это везде такая история врачебное сообщество довольно ригидно к сожалению а может быть к счастью я не знаю это как это хорошее или плохое это может совсем в лирику ударить я прошу прощения да но тем не менее все-таки наши пули они не просто так делаются они с некоторым прицелом на то что что-то мы будем решать потому что я напомню что мы это все публикуем в газете вестник московского городского общества рассылаем его по пяти тысячам адресатов и плюс это все выходит еще в виде лекции на ютюбе которые тоже пользуются большим спросом просмотром поэтому распространение диссеминация этих знаний она огромная по сравнению с обычной и я надеюсь что все-таки что-то поменяется так не бывает что в пустоту уходили такие четко сработанные вещи вообщем есть желание ну пока еще может быть рано но вообще есть желание сделать из этого книгу вот застрелят хорошая идея застрелить не застрелят но уж больно бессистемно то есть надо какой-то системообразующий фактор придумать ну это надо подумать у нас время есть еще хорошо спасибо хорошо друзья если больше нет вопросов мы свое время исчерпали почти уложились всего лишь на 10 минут больше чем у нас было обозначено в нашей программе сделали три доклада по-моему очень интересные взаимодополняющие тогда всего хорошего до следующей встречи мы пришлем извещения когда и что будет до свидания с наступающим праздниками всех до следующей встречи